Всем доброго здоровья! Это канал Агрофермерской онлайн-школы и я преподаватель курса перепеловодства в малых формах хозяйствования Евгении Симакова разберу самый популярный у слушателей вопрос. Сколько перепелиных яиц в одном курином? Возможно, вы уже задумывались над этим вопросом и я рада, что смогу помочь вам разобраться в нем. Все знают, как выглядят перепелиные куриные яйца, а как их сравнить? Сколько перепелиных яиц в одном курином? Действительно, куриные яйца давно используются в питании людей и как самостоятельный продукт в составе различных блюд. Куриные яйца доминируют на общем рынке яиц. А вот перепелиные яйца широко используются в основном в странах Азии, а в России они не пользуются такой широкой популярностью. Это продукт нишевый. Зачем же тогда использовать перепелиные яйца вместо куриных? Кому это нужно? Как куриные яйца соотносятся с перепелиными? Каково их пищевое соответствие? Чтобы все это выяснить, проведем эксперимент и опытным путем выясним суть поставленного вопроса. Внешне куриные яйца гораздо крупнее и выглядят монстрами по сравнению с маленькими пятнистыми перепелиными яйцами. И сравнивать-то их как-то неловко. Реальное преимущество их размера – это большая возможность контролировать размер порции. Так вот, порционность, легкая дозированность – первое преимущество перепелиных яиц. Заменить куриные яйца перепелинами можно во всех продуктах, так как способы приготовления перепелиных яиц точно такие же, как и у куриных. Заменив перепелиными яйцами куриные в рационе полностью, вы ничего не потеряете. Сравнивать перепелиные яйца можно по разным параметрам, по цвету скорлупы, по их размеру и весу, по яичной массе, по срокам хранения, по калорийности и химическому составу, по универсальности и даже по стоимости. Список для сравнения огромен. А какие яйца нужно сравнивать? Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, узнаем, каким должно быть куриное и перепелиное яйцо, каков должен быть вес яиц. На этот вопрос нам поможет ответить ГОСТ. Согласно ГОСТу, масса куриного яйца делится на категории в зависимости от веса. Предусмотрено 5 категорий куриного яйца, которые приведены в таблице. Минимальный вес от 35 грамм, максимальный от 75 грамм. О том, как маркируются яйца для торговой сети, можно посмотреть в таблице, приведенной ниже. В ГОСТе для перепелиных яиц указывается только то, что они должны быть не менее 10 грамм. Яйца в зависимости от их массы по категориям не подразделяются. Перепелиные яйца такого размера вы можете найти в магазинах. Путем несложных математических вычислений выясняем, что в среднем куриное яйцо весит 55-60 грамм. Но перепелиные яйца могут быть тоже разного веса. ГОСТ градацию не делает, но в фермерских хозяйствах перепелиное яйцо весом 10 грамм встречается нечасто. В основном это яйца в пределах 12-14 грамм. На практике в личных подсобных и фермерских хозяйствах перепелиные яйца имеют вес до 16,5 грамм. В нашем опытном хозяйстве перепелиные яйца, согласно внутренним правилам, делятся на три категории. Стандартные весом 10-11 грамм, крупные весом 11-13 грамм и отборные весом 13-16 грамм. Перепелиные яйца весом более 16 грамм в розничную продажу не поступают. В нашем эксперименте будем использовать куриное яйцо категории 1С весом 60 грамм. Взвесим яйца, вес которых предусмотрен ГОСТом. У нас получилось 6 перепелиных яиц. Каждое яйцо в среднем 10 грамм. На каждое куриное яйцо приходится 6 перепелиных. Фермерские яйца крупнее. Сколько же их понадобится? Взвешиваем. Перепелиных яиц по 12 грамм понадобится только 5. Взвесим еще более крупные перепелиные яйца. Извесим их. Перепелиных яиц весом 15 грамм потребуется только 4. Подводим итог. Одно куриное яйцо категории 1С может быть заменено 6 перепелиными яйцами из магазина. Правда, сейчас уже иногда появляются в продаже и более крупные яйца, но это очень редко. Фермерских яиц можно использовать 5 или 4, соответственно их весу. Но возник новый вопрос. У куриного яйца одна скорлупка, а у перепелиных их гораздо больше. Это может быть 6, 5 или 4, если исходить из результата эксперимента. Сколько весит скорлупа и как отразится на яичной массе? Об этом мы узнаем в следующей части нашего эксперимента. Подпишитесь для того, чтобы не пропустить продолжение эксперимента и узнать о нем первыми. Я благодарю всех, кто интересуется перепеловодством за комментарии, вопросы и отзывы по данной теме, потому что только совместными усилиями оно может быть раскрыто полностью. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, делитесь видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом и выражайте эмоции лайками. Продолжение эксперимента следует.